Друзья, привет! Хотела выйти одновременно в Instagram и Telegram, но, как говорится, shit happened, и ничего не получилось. Поэтому по старой, по старой доброй традиции выходим в Instagram и выкладываем в Telegram. Сорян, кому неудобно смотреть, может тогда посмотрите в записи. Еще раз привет! Всем привет, кто присоединился! Тема эфира у нас сегодня. Расскажу про суперкрутой тренинг, который стартует 17 апреля. Он, правда, суперкрутой, потому что он повлечет неизменные глубинные трансформации внутри вас самих, как проводников. И сегодня я поделюсь, что же будет в рамках этого курса, чтобы вы могли определиться и решить. Вот, есть ли кто-то среди вас, друзья, кто задумывается обучиться на алхимика, на проводника? Супер! Теперь слышно, отлично! Суббота с вами, видимо, с алхимией на эфир. Класс, класс, Мария, спасибо за то, что присоединились. Да, простите, если вы ждали меня в Telegram, не смогла, ну не смогла я не смогла, знаете. Я, вот, Надя, супер, отлично. Вот, спасибо, что делитесь. И, собственно, давайте расскажу, что вас ждет. Первое, первое. Алхимию дыхания веду не я. Вернее, не мое эго. Алхимию дыхания ведет мой дух. Да, и вот, кстати, Надь, с твоей подачи, когда ты мне дала книгу про актера почитать, про Станиславского, да, или кто-то, когда про подсознание. Он там сказал очень интересные вещи, что настоящий актер начинает играть действительно, когда он отпускает контроль головы и позволяет духу через него проявиться. То есть самое мощное, креативное, творческое поток нашего, поток энергии – это не голова, это подсознание. И вот тот, кто посещает Алхимию дыхания, иногда мне говорят, ну, Натали, как? Как ты умудряешься все время попадать? Я чувствую какие-то чувства, эмоции. Ты на другом конце света сидишь на Бали, но ты говоришь те слова, которые мне нужны. И вот как так происходит? И я говорю, друзья, это не я, это не я, это не моя голова, я не знаю, что я говорю. Если вы меня спросите, как прошла Алхимию дыхания, я не помню. Вот один из признаков того, что вы находитесь в трансовом состоянии, состояние альфа и дета, не помнит человек, я не помню, как я веду прагу. Это какое-то, знаете, трансовое состояние. Вот, класс, да, именно так. Хочу поэтому учиться, чтобы соединиться со своим навыком. Вот, супер, да. И, собственно, на протяжении трех месяцев тренинг будет длиться три месяца. Старт 17 апреля, окончание большой выпускной фестиваля Алхимию дыхания будет в июле, 1-8 июля. Где вы уже, кто решится, в этот первый поток пойдет и будет сам ручками вести офлайн-группы. Вот, но три месяца мы с вами плотненько, за руку я вас прям с точки А, где я сомневаюсь в себе и не знаю, смогу ли я, приведу в точку Б. За счет чего? За то, что мы будем работать над вашим состоянием. Угомонять, как это, тренировать, тренировать свой критический ум и давать возможность духу проявляться. Как мы будем это делать? Через различные, различные практики на осознанность и через вот этот волшебный инструмент, который, который браслет будет у каждого участника первого потока. Это называется прибор МЮС. МЮС – это датчики, которые считывают волны в вашей голове. То есть мы на уровне головы можем себе рассказывать прекрасные сказки. Но вот наука, науку мы не обманем. Вот это вот факты, вот это наука, вот это подтверждение. Для чего? Для того, чтобы сверяться, я действительно медитирую или занимаюсь ментальным анонизмом и думаю о холодильнике или о шоппинге. Вот. Это прибор, который в режиме реального времени, в специальном приложении, который вы будете видеть и я буду видеть, как происходит у вас прогресс, он будет вам отражать, в каком состоянии вы находитесь, как быстро вы заходите в альфа-состояние и как долго вы там можете удержаться. И моя задача как проводника, я буду давать вам разные способы, разные инструменты, чтобы вы нашли свой вход, свой способ погружения наиболее быстрый. И благодаря регулярной практике вы становитесь более устойчивым, более устойчивым вот к таким стрессовым ситуациям. В нашей жизни всегда происходит что-то не так, как мы хотим. Как бы мы не были подготовлены, все равно, извиняюсь, сука, все идет не по плану иногда, да, вот как сейчас. Я так хотела выйти в телеграм, инстаграм, но, блин, не пошло по плану, да. И, конечно, я могла расстроиться и сказала, да и все, и обидеться уйти. Но я сидела, дышала, как раз дыхание мне в этом помогло. Все, заземляемся, успокаиваемся и продолжаем. То есть мы в первую очередь на тренинге для тренеров будем развивать вашу стрессоустойчивость за счет гаджета и за счет разных практик, которые мы будем делать в паре, в группе и в записи. У вас будет напарник обязательно и у вас будет много живого общения со мной. Два раза в неделю, четверг и субботом мы будем встречаться 2-3 часа, где я через коучинг буду просто выметать. Просто, знаете, я как бульдозер буду выметать все ваши, к чертовой бабушке, все страхи. Да, это международный такой девайс. Мьюз, это сделали канадцы. Могу в директ напишите, я скину вам ссылочку. Называется Мьюз или просто забейте в гугле. Можно в любой момент купить, да, я покупаю для всех, кто идет на тренинг на тренировку. Вот, и я, собственно, какая, какой план работы? То есть в понедельник у нас выходит задание, да, в этих заданиях, в этом уроке мы очень детально разбираем технику. То есть технику алхимии дыхания, она очень, да, это супер круто, супер, да, Надь. Это очень, ну правда, у меня даже, ну моя техника, осознанность очень сильно выросла благодаря тому, что я медитирую и я вижу очень много, знаете, того, что я раньше не осознавала о себе. Вот эта штучка помогла мне увидеть и стать еще более эффективной. Поэтому повышает средствоустойчивость, успокаивает мозг и помогает войти в альфа-состояние. А альфа-состояние – это мост. Это мост, это дверь к вашему духу. И алхимию дыхания мы будем как бы учиться вести как раз не из головы, а из духа. И вот в этом большое, самое большое отличие. Я, друзья, на ваши вопросы обязательно отвечу, сейчас я все расскажу, да, чтобы не отвлекаться, и потом на вопросы отвечу. Самое большое, когда меня спрашивают, в чем разница, вот твоего обучения, например, там обучение ребёфингу, обучение холотропное, я не загоняю в рамки. Когда нас учили алхимия дыхания, учитель, я его обожаю, он мне откликнулся именно вот этой философией. Он говорил, смотри, у каждого свой уникальный дар, своя уникальная особенность. У кого-то дар – голос, да, как у меня, например. У кого-то дар – дарить безопасность другим. Вот у нас был на потоке мужчина, он просто начинал говорить, ну, у него голос классный, он просто, он как папа. И вот просто все вот так вот обомлели, и как бы, и как раз благодаря вот этой безопасности мы могли проработать очень глубинные травмы с ним, да. Другая девочка, она была такая очень лёгкая, искристая, и с ней алхимия дыхания была такая прям какая-то сексуальная, такая заводящая. Ну, короче, каждый человек – это проводник определённой энергии. То есть, и вот я много слышу в разных обучениях, да, что учеников запихивают в рамки и говорят, вот только этими словами ты должен вести людей, только вот так ты должен говорить. Я этого не буду делать. Я, наоборот, буду прежде всего работать над вашей личностью, над вашей личностью, чтобы из неё вычистить негативные убеждения, страхи, установки, что я какой-то не такой и что-то не могу дать другим. Всё это полная херня, которая живёт в голове. Мы как раз будем учиться тренировать голову, входить в ваше состояние, чтобы вы не из головы жили, а из тела, из вашего духа. Вот когда мы погружаемся и ведём эту практику из духа, вообще ведём любого человека, да, из своего подсознания, там не возникает вопрос, я что-то не могу дать, там не возникает вопрос, что я какая-то не такая. Там просто большая любовь, энергия, которая идёт через тебя, она говорит твоим ртом, какими-то словами, ты вообще даже не понимаешь, как это происходит, да, но всё происходит, всё в точку, потому что, ну, люди говорят по обратной связи, да. Вот, и всё, что нужно сделать, вот как бы первая часть, мы будем работать над состоянием проводника. Поэтому даже если вдруг вы потом не решитесь, например, вести, ну, не захотите, бывает такое, да, там, потучился, да, ну, для себя больше, то это вот эта стрессоустойчивость, она пипец как вообще-то, это фундамент, фундамент такой качественной, счастливой, здоровой жизни. Вот, первый модуль, над чем мы будем работать, ну, на протяжении всей практики, ваше состояние. Вот, и смотрите, вот тоже, да, когда говорят люди, ну, я тоже так говорила на самом деле, я не знаю, смогу ли я это применить, да, я не справлюсь, я не потяну, я не знаю, ну, то есть как бы стоит такой мозговой барьер, да, не потяну там по деньгам, не потяну по времени, не потяну там по каким-то, да, ну, короче, страшно, вот просто страшно, на уровне головы. И кто я такой или кто я такая, чтобы другим помогать? Ну, то есть как бы я, в общем-то, ничего, ну, пока сильно из себя не представляю, а тут как бы нужно стать проводником. Фишка самая в чем, друзья? Вы становитесь этим проводником в пути. И даже если вам сейчас страшно, как мне было тогда, тоже, когда я обучала, ну, вначале мне пипец как хотелось, но мозг паниковал, именно в процессе, через который я вас проведу, вы поверите в себя, потому что у меня уникальный дар – помогать людям поверить в себя. И так как у нас будет постоянное, живое, дохренище общение, да, и я, каждому хватит времени, потому что группа, первый поток небольшая, группа 15 человек, небольшая, осталось буквально пару мест. И каждому будет очень много внимания, потому что мы будем встречаться два раза в неделю. И я буду через коучинг просто выкорчевывать, отстреливать все ваши негативные убеждения и травмы. И вы практически со второго урока будете сами тренироваться вести алхимию дыхания. Вот в чем еще, как бы, ну, не знаю, для меня это очень ценно, потому что я могу много вам дать теорий, но она будет абсолютно бесполезна, пока вы сами не попробуете. И вот пробовать вы будете практически с самого-самого-самого начала. Вы будете пробовать через страх, через «не могу» вести эту практику, и я вас буду в этом всячески поддерживать, и группа вас будет поддерживать. То есть у нас будет прям полное погружение практически сразу. Вот, то есть мы тренируем ваше состояние устойчивости, ваше состояние присутствия, потому что чем больше, вот проводник может говорить много, да, бывают такие проводники, балаболы, они там так красиво рассказывают, да, но вы чувствуете, вот бывает же такое вот, скажите, друзья, плюсики поставьте, слушаешь человека, да, ну, красиво заливает, поет, а вот чувствуешь, ну, там пусто, вот как будто бы пустота. Вот, вот, как бы, это называется присутствие. Насколько действительно человек соединен с телом, и насколько он здесь, насколько он присутствует, насколько он своей энергией вас, на вас влияет. Потому что чем больше проводник присутствует в теле, у него тем больше влияния. И вот как раз тоже мы будем делать очень много разных практик и изучать теорию, почему люди боятся заходить в тело, почему вы не в теле, да, мы будем изучать психосоматику. Этот курс состоит из материалов, которых я обучалась, алхимия дыхания, также материалов Денбрюле, кто знает Денбрюле, это очень всемирно известный чувак, это, можно сказать, отец, отец дыхания, осознанного дыхания, вот, и основываясь на его учениях, основываясь на Энтония Абагданова, у которого я училась, плюс основываясь на учении Оксаны Рачковской, по-моему, все время путаю фамилию, ну, короче, это по психосоматике. Мы будем учиться понимать, почему человек, ну, во-первых, про травмы, да, мы будем изучать про травмы, и осознавать, как паттерн дыхания, то есть вы будете видеть, человек дышит определенным образом, например, он боится вдыхать, вы сразу будете понимать, какая травма за этим стоит, где вы должны человека потрогать, и какие ему слова сказать, чтобы ему помочь. То есть мы настолько, я даже глубже даю, чем мы учили, потому что мы учили, психосоматику не давал, вот, но я вижу, что это настолько все соединено вместе, поэтому психосоматика обязательно будет, что у вас будут все инструменты, чтобы помочь человеку прожить самые-самые глубины травмы. То есть мы будем изучать, как создать такое пространство, чтобы человек доверился, как опустить его в такую глубину, да, чтобы он не испугался, как дать ему ту поддержку, чтобы он пошел туда, и как, собственно, провести его от начала до конца. Что делать, если он сопротивляется, что делать, если он паникует, что делать, если у него там какая-то травма жесткая всплыла. Все это будет проходить от начала и до конца. То есть все, абсолютно каждую ситуацию мы будем, как бы, обыгрывать на себе, сначала в тепличных условиях онлайн, потом оффлайн в Москве, и потом, собственно, будет такое сопровождение. Вот, это вот, значит, состояние, психосоматика травмы, да, как они формируются, что происходит в теле по паттерну дыхания, как понять травмы человека. Это второй модуль. Вот, третий, более подробно вообще поговорим про техники дыхания, потому что техник дыхания очень большое количество, да, есть основатели, ребёфинг и холотропное, но есть еще суфийское дыхание, шаманское дыхание, китайское дыхание, вайвейшн, вот. И, в принципе, алхимия дыхания – это сборник, это система дыхательных практик. И чтобы понять, что это за система дыхательных практик, мы немножко будем изучать и пробовать, потому что в каждой технике есть свои какие-то фишечки. И, возможно, вы какой-то возьмёте для себя какие-то фишечки, да, например, вот мне очень нравится, там, вайвейшн – интересные фишки. В общем, будем изучать, конечно, технические моменты, да, как, какую музыку выбрать, как её поставить, как работает зум, как создать атмосферу, в которой человек может расслабиться. Вот, и самое главное – много поддержки. Много-много-много-много поддержки. От начала, от точки А, где вы сейчас, до точки Б. То есть я такой три месяца такого, знаете, парника, интенсива, как его ещё назвать, лагеря, в котором мы очень плотно, небольшая группа, будем взаимодействовать между собой, между мной. Нина Недрегалова – это психолог, телесный терапевт, давно работает в моей команде. Она мне будет тоже помогать всё это контейнировать. Вот, и, ну, достаточно удобный график. В понедельник выходит урок записи, вы делаете его, у вас будет целый месяц, чтобы его сделать. И в четверг, в субботу встречаемся, получается, там, в группу, когда присоединитесь. В общем, менеджера спросите. По-моему, мы выбрали время «Три дня по Москве». «Три дня по Москве», вот так вот. «Три дня по Москве» встречаемся в живое общение. Вот, и в самом конце фестиваль. Фестиваль Алхимедыхани, где будет возможность подышать с незнакомыми людьми и провести практику оффлайн от начала и до конца самому, чтобы самому попробовать этот опыт. И очень интересный опыт. Все, кто, друзья, даже если вы не пойдёте на тренинг для трениров, приглашаю его на этот фестиваль. Дышать каждый день, утром и вечером, на протяжении недели. Невероятные изменения. Просто потрясающее осознание, открытие себе. Вот у меня был такой опыт. 17 дней подряд отдышала. Я думала, или с ума сойду, или просветлею. Мне кажется, я больше просветлела. Вот, поэтому 1-8 будет фестиваль Алхимедыхани. Вот, конечно, мы будем изучать в конце самом маркетинг. Как, собственно, себя, какое сообщение транслировать вовне, как себя продвигать, как себя продавать, как интегрировать. Да, так как группа маленькая, будет возможность подсказать каждому, как. Но я думаю, что вы сами. Знаете, это приходит из-за постоянной практики. Так мы будем постоянно тренироваться. У вас само оно вольется. То, что вы делаете, ну, если не вольется, ну, есть группа, есть я, обязательно подскажем. То есть маркетинг в конце. То есть задача такая, не просто дать инструмент, да, а помочь его вам применять. У меня вообще большая мечта такая, создать такое сильное комьюнити, да, людей по всему миру, которые дышат. И мы приезжаем и постоянно делаем фестивали. То есть самых лучших после обучения пойдут работать у меня. Я даю трудоустройство, беру, и алхимия дыхания будет практически каждый день. Я возьму там порядка 5 или 6 человек. Вот поэтому после трудоустройства возможность заработать, ну, такие неплохие деньги. Вот, и, ну, если дальше не пойдете, например, в мою команду, да, просто помощь в том, что как себя продвигать, продавать. Вот, и в чем разница, смотрите, разница между, например, там, холотропная, ребёфинг и алхимия дыхания. Алхимия дыхания – это техника дыхания плюс коучинг. То есть вот эти основы, элементы коучинга, те вопросы, которые я задаю вам в конце или в середине, они тоже там будут. Мы тоже будем разбирать, откуда они берутся, да, вот эти сильные вопросы, как их задавать. После того, как вы изучите травмы, мы будем изучать травмы от нуля, от рождения до самого верха. То есть там травма, страх жить, да, страх проявляться, вот эти все сейчас классические травмы, да, мы будем изучать, и когда вы их изучите, вы поймёте, как с ними работать, какие слова говорить, и что нужно делать, чтобы, да, человека в этом поддержать. И какие вопросы нужно задать во время сессии, чтобы человека направить в эту, ну, в эту травму, помочь ему его исцелить. Вот, да, и обязательно будем создавать, ну, с течением времени такой сильной комьюнити, где мы будем постоянно общаться, взаимодействовать, обмениваться опытом, проводить фестивали. У меня мечта провести фестивали там на большое количество людей. Ну, это, короче, там будущее. Первый шаг – это тренинг для тренеров. Вот, теперь суперкруто. Ага, теперь давайте вопросы, друзья, поотвечаю. И будем, ага, вопрос. Как быть, если пересекаться будут встречи с работой? Смотри, Надь, там удобно сделано, классный вопрос. Живые встречи два раза в неделю. Для сертификации достаточно хотя бы 50% отходить. То есть у вас будет 20 групповых встреч. Вам достаточно отходить 10. Ты можешь, ну, да, я думаю, что 10 из 20, ну, получится отходить, даже если будет работа. И будет индивидуальная работа, у вас будет бадди, с кем вы будете тренироваться. И, собственно, там вы подстраиваетесь друг под друга. Нужно будет для сертификации сдать отчеты по 10 живым встречам и пройти 5 индивидуальных встреч с бадди. Вот, поэтому, ну, специально я сделала два раза в неделю, потому что, ну, да, всегда есть моменты, когда нужно уехать или там не получается. Поэтому уехала на работу, ну, потом наверстала, пошла в другой день. Вот, супер. Вопросики еще. Друзья, если есть вопросы, задавайте. Кайф, спасибо. Спасибо за обратную связь. Уже страшно, но волнительно. Вот страшно, но волнительно – это прям идеальное состояние. Потому что все самые крутые мечты находятся по ту сторону страха. Вот те люди, которые хотят проявляться и вот сидят в страхе и не готовы рисковать, всю жизнь, всю жизнь прождете и ничего, ну, ничего не будет. Потому что прошлый эфир я рассказывала пять причин, почему нужно рисковать. Да, идти в это волнение и страх, потому что ты, когда рискуешь, ты становишься заметным. Люди тебя начинают замечать. Ты, ну, знаешь, как будто бы в свет выходишь, ну, проявляешься. И когда тебя люди начинают замечать, все начинает разворачиваться. Поэтому страшно и волнительно – это идеальное состояние для того, чтобы, собственно, идти. Супер, что признаетесь? Смотрите. Сколько стоит обучение и сколько времени всего? С 17 апреля по 8 июля почти три месяца. Почти три месяца. Стоимость на данный момент 270 тысяч рублей с возможностью рассрочки внутренней. Рассрочки от банка на 12 месяцев тоже есть. Можно более подробно узнать. Заполните анкету, пожалуйста. И менеджер свяжется и поможет вам получить поддержку от банка, рассрочку, или расскажет о внутренней нашей рассрочке. Супер, супер. Да, классно. Мощно. Спасибо. Да, будет очень. Правда. Вот я составляла программу и, короче, мне прям самой очень кайфовало, потому что такая глубина. Вы не представляете, какая вот кто дышит давно, и застрял в алхимии дыхания. Вы не представляете, как много там еще всего взять. Там нету глубины, нету дна. Почему? Потому что два базовых аспекта у алхимии дыхания. С одной стороны, расширение – это вдох. С другой стороны, отпускание. Расширение – это про проявленность. Это про изобилие, про любовь. То есть как много ты можешь расширяться. Ты можешь расширяться до бесконечности. Особенно если у тебя амбициозные планы, как у меня. Ты можешь до бесконечности стать миллиардером. Я планирую за счет алхимии дыхания, но я уже миллионер, рублевый миллионер пока, стать долларом миллионером, потом миллиардером. И я абсолютно уверена, что алхимия дыхания как раз дает вот это расширение, возможность принимать вот эту возможность. И с другой стороны, алхимия дыхания – это про отпускание. Отпускание негативных установок, отпускание каких-то образов, отпускание страхов, отпускание каких-то родовых программ. То есть ты облегчаешься, ты переписываешь всю свою жизнь, жизнь своего рода, выводя ее на новый уровень. То есть это практика, ведущая к пробуждению, и в ней нету дна, реально. И обучившись ей, ну, во-первых, это пипец какой заработок, потому что я чек сразу подняла. У меня был тогда коучинг стоил, по-моему, я брала 5000 рублей, когда я обучилась алхимии дыхания, 10 сделала. Потому что я подумала, ни хрена себе, я сама инвестировала 7000 рублей в свое образование, какого черта я теперь буду брать дешево, да фиг вообще. Я найду себе клиентов, то есть появляется такая уверенность. Вот. Дыхание по Виму Хоффу чем отличается? Большое отличие, огромное отличие, да, на, ну, в технике самой дыхания. Вим Хофф – это для здоровья, для концентрации, для ясности. Алхимия дыхания – это для работы с подсознанием и исцеления глубинных травм. То есть длительность Вим Хофф короче. Алхимия дыхания – мы дышим час. В Вим Хофф мы дышим круговое дыхание, потом делаем паузу, мы делаем задержку. В Алхимии дыхания мы ничего такого не делаем, просто дышим круговое дыхание. Ну, там, я веду голосом. Да, у Вим Хоффа, ну, примерно одно и то же, а у нас в Алхимии дыхание всегда по-разному проходит. То есть, ну, лучше один раз попробовать, но это большое отличие, огромное от Вим Хоффа. Вот, супер, Даша, красотка, я уже там. Молодец, да. Привет всем, кто присоединился. Это вы будете преподавать курс? Да, да, Татьяна. В первый поток я от начала и до конца. Второй, третий поток уже будет помогать мне куратор. Мне в этом потоке будут технически помогать один куратор, но я все живые встречи. Все-все-все от начала до конца, потому что моя задача, да, вы, ну, как бы сделать, ну, как бы сделать крутой курс. Я очень эффективный человек, я в прошлом достигатор. Если я делаю, я делаю очень круто. И поэтому я прям вот полностью там и вот от начала до конца прям из точки А в точку Б проведу людей. Вот, и у меня есть такая особенность уникальная, что так как я сама многие результаты добилась, я могу доводить человека до результата. Вот у меня есть такая, такая спортсменская, это навык, навык спортсмена. Так, ага, только присоединилась, Наня, супер, спасибо. А экзамен как будет проходить? Экзамен это будет в оффлайн в Москве. Вы приедете туда, то ли это будет в городе, то ли это будет за городом. Будем смотреть насколько, откуда люди. И сначала мы два дня будем сами обучаться, как трогать человека, потому что в каждой травме есть определенные места, за которые человека трогать и помогать ему, ну, как от них освободиться. И мы будем учиться, кстати, у нас будет приглашенный маркетолог в конце, будет приглашенный человек-остеопат, который также нам будет помогать, подсказывать, ну, как бы учить нас, да. Я сама знаю, как работать с телом, но, да, человек, который постоянно работает с телом на протяжении уже 20 лет, это все равно дополнительная экспертиза. Вот, и, собственно, мы сначала два дня будем учиться работать, делать группу оффлайн, а потом будем приглашать людей, ну, это будет сделано заранее. Будут приходить незнакомые люди, и мы будем, вот каждый по очереди будет проводить оффлайн практику. То есть, все будет понятно, экологично, ну, в общем, будет все объяснено. То есть, задача провести практику от начала до конца. Как этому будем обучаться в первого дня вот этого фестиваля? Вот, надеюсь, объяснила. Супер. Когда начало? Начало 17 апреля, уже через неделю. Какая цена и продолжительность? То есть, три месяца, на данный момент 270 тысяч рублей с возможностью рассрочки от банка, возможность рассрочка от нас внутренняя тоже есть. Живые встречи онлайн, да, и живая встреча оффлайн. То есть, этот тренинг – это гибрид. Мы три месяца встречаемся онлайн, но в конце я приезжаю в Москву, и на протяжении недели мы проводим с вами с утра до вечера время, с 1 по 8 июля. Так, у всех звук есть. Спасибо, Дим. Я заполнила анкету. Какая обратная связь? Менеджер, после заполнения анкеты, менеджер с вами свяжется и задаст дополнительные вопросы. Мы берем не всех. Мы берем все равно нужна какая-то минимальная подготовка хотя бы в своем личностном росте. То есть, у нас уже довольно сильная группа набралась. Там у нас есть и коучи, и психологи, и люди без образования, но уже со своим фундаментом, со своей личностной работой. То есть, со всем новичков, которые подышали один раз и нет никакого образования и не работали над собой, ну, к сожалению, в этот поток мы не можем взять, потому что у нас очень сильная группа собирается. Если есть какой-то опыт, ну, какой-то бэкграунд своей работы, то да, возможно. Поэтому менеджер Оля с вами свяжется, задаст дополнительные вопросы и согласуем. Подойдет ли для новичка, когда сам ни разу не практиковал алхимию? Ну, скорее нет, Елена, но если ведете, смотри, если вы психолог, коуч, например, да, ведете уже группы или ведете индивидуальные сессии, да, или вы йога-тичер, ну, вы как-то, как-то работаете с людьми. Возможно, у вас есть какая-то работа, но хотя бы у вас, вы уже есть опыт работы с людьми. Пока не дышали алхимию дыханием, но хотите, можно заполнить анкету. Во вторник подышать, попробовать, может, она вам не зайдет, да, и после, как бы, хотя бы один раз попробовать, ну, и дальше уже решить. Вот, потому что практика невероятно мощная, и, ну, в общем, короче, лучше один раз попробовать. Вот, и, в принципе, можно один-два раза попробовать и идти в обучение, потому что в обучении мы будем дышать очень много. Мы будем дышать друг другом, мы будем дышать группу, мы будем принимать это дыхание. то есть в процессе обучения вы научитесь, но для начала все равно нужно немножечко как-то попробовать. Сабин, как экзамен будет проходить? Это будет через три месяца. Не нужно забегать так вперед, все будет хорошо, не переживайте. Вот это вот люди тревожащиеся, контролирующие, что будет через три месяца? Будет в Москве, будет в Москве, будет фестиваль, будет все объяснено, все максимально будет доступно, и вы приедете в Москву или не приедете, там у нас, так как мы будем регулярно запускать это обучение, то если в этот поток вы не попадаете на экзамен, вы можете приехать в следующий поток. То есть это будет задача экзамена провести оффлайн практику. Ну, конечно, мы вас обучим до этого, как ее вести. То есть мы дадим вам все инструменты, все-все-все инструкции, и вам нужно будет просто провести ее. Люди придут, и вы ее проведете. Вот весь экзамен. Вот, супер, доверие. Спасибо, спасибо, Даша. Отлично. 7 тысяч долларов не рублей ты инвестировала. Да, да, обучение мое я только в алхимию дыхания. Обучила, инвестировала 7 тысяч рублей. Плюс коучинг у меня стоил тоже около, ну, 7 тысяч сингапурских, это было на тот момент, по-моему, 6 тысяч долларов. То есть коучинг и алхимия дыхания, плюс сейчас по психосоматике я уже дохренища денег потратила. Ну, короче, у меня уже обучение стоит мое, да, порядка 15 тысяч долларов. Только обучение, плюс сколько я потратила на личность на рост. Это обучение стоит 270, я не знаю, сколько это в долларах. Да, будут лекции. По понедельникам будут выходить уроки в записи, когда у вас будет дано неделя для того, чтобы прослушать эти записи. Это будет теория и практики. Слушайте теорию, практики. А два раза в неделю живые встречи в Zoom. Да, 7 тысяч долларов. Алхимия дыхания – крутой инструмент, испытал на себе. Спасибо, спасибо, Вика. Куда писать на курс? В шапке профиля точно есть ссылка. Сейчас завершу эфир, поделюсь в сториках тоже ссылкой. Ну, можно зайти в шапку профиля, нажать на топлинк, и в топлинке точно эта ссылочка будет. Вот, или подождать, пока эфир завершится, и мы в сториках поделимся ссылочкой. А известны числа экзамена. С 1 по 8, Надь, с 1 по 8 июля. Это онлайн. Мне кажется, я третий вопрос, третий раз на этот вопрос отвечаю. Это гибрид, друзья. Это онлайн и оффлайн. Три месяца онлайн, в конце оффлайн. С 1 по 8 июля. Что если я живу в Корее? В Корее, ну, онлайн вы можете проходить, а он оффлайн, можете, ну, я когда проходила обучение, оно было в Италии, на Ибице. Я была на Бали. То есть это мне не помешало прилететь в Италию. Ой, в Италии я заменяла, потом еще на Ибице прилетала. Ну, короче, в общем, можете прилететь, если хотите. Можете прилететь не в этот раз, если не получается в этот раз, то мы будем повторять обучение. Можете прилететь в следующий раз. Вот, у вас все равно будет сертификат об онлайн обучении, вот, просто вы можете онлайн проводить, но для оффлайн нужно научиться, как работать с людьми оффлайн, потому что это немножко отличается. И зачем оффлайн? Ну, чтобы понять, да, как трогать человека, что делать в случаях, когда он там, ему нехорошо, да, как его вводить из таких ситуаций. То есть онлайн, да, это по-другому. Поэтому, ну, не получается, в общем, да, приехать, да, искать возможности. А если по политической ситуации, не могу приехать в Москву, я не могу сдавать экзамен. Сабин, у вас будет все равно сертификация онлайн, да, ну, можете тогда ввести практику онлайн пока. Вот, будем думать про оффлайн. Если не будет это, может быть, в каком-то другом месте будем встречаться. Короче, еще раз повторю, что это не последний поток, он будет, это обучение повторяться. И, может быть, в следующей выпускной мы проведем не в Москве, например, да, а где-то за границей. Я не знаю, будем смотреть по обстоятельствам. Но в любом случае мы будем искать возможности, чтобы, ну, все смогли. Или, как бы, думать там про онлайн, как принимать. Ну, короче, было бы желание, возможность найдется. Поэтому, как бы, у нас поток небольшой. Обязательно внимание будет, ну, разберемся с этим, с этой ситуацией. Я из Украины. Да, у нас из Украины уже есть пару участников. Присоединились. Нормально все. Вот, насчет приезжать, но будем решать дальше, как там, как делать. Так, а по времени решили разве точно? Ну, примерно, да, примерно, Даш. Там же голосование у нас уже, кто присоединился, да, уже идет голосование, выбираем удобное для всех время. Ну, примерно там 2 часа дня или 3, или в час, там, вот где-то так. Так, супер, супер, спасибо. Я заполнила анкету, откуда ждать обратную связь. Свяжется менеджер, напишет на почту, напишет на телефончик. Если вы оставили телефон, туда напишет. Да, я на Бали, судя, сюда все можно. А на Бали сюда все можно. Класс. Да, кстати, да, мы можем оффлайн провести на Бали. Да. Отлично. Ну что, вопросов, если нет, тогда потихонечку завершаем. Спасибо за ваш интерес, за ваши вопросы. Рада, что удалось хотя бы в Инстаграме провести эфир. Вот, сейчас выложу в Телеграм. Вот, и будут вопросы, короче, пишите, да, в Телеграм, в Директ. Обязательно всем ответим. И ссылочку оставлю здесь. Все, спасибо вам. Надеюсь, до встречи на тренинге для тренеров. Присоединяйтесь. Пока-пока. Давайте выбирать Европу. Возможно, Татьяна, возможно, потому что нас в Европу тоже тянет, Германия, да, если не ошибаюсь, в Германии. Вот, поэтому, ну, как бы, такая, знаете, желание вообще сделать ее очень популярной, очень такой знаменитой, да, и поэтому есть желание путешествовать и в фестивале проводить и в Германии, и в других странах. Вот, поэтому будем разгонять. Будем разгонять. Спасибо, спасибо. Пока-пока. 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 Пока-пока.